им лишь бы уже готовый бизнес бы отобрать забрать на готовые прийти всем привет друзья это канал диктатура закона сегодня мы поговорим о рейдерстве у меня на столе лежат материалы когда рейдерство совершается с использованием государственных органов и в ближайшие пару минут мы поговорим об этом итак поехали этот случай произошел в туркестанской области к нам обратилась компания то гео минералс мы ознакомились со всеми материалами дела и наткнулись вот на такое ходатайство ознакомившись с ним информация меня повергла в шок и я сейчас ее вам зачитаю за счет личных средств участников и доходов то гео минералс было отстроено производственное и вспомогательные здания приобретено и установлено производственное оборудование по очистке и разливу бутилированной воды на сумму более 141 миллионов тенге запущено производство после запуска производства на то гео минералс была предпринята попытка рейдерского захвата участникам то гео минералс было предложено продать земельный участок с работающим производственным цехом по очистке и разливу бутилированной воды за цену в несколько раз ниже произведенных затрат когда участники отказались продавать работающее предприятие на то гео минералс нагрянули с проверками правоохранительные и различные контролирующие органы однако никаких нарушений выявлено не было в последующем в апреле месяце 2020 года департамент по земельным отношениям обратился в суд с требованием забрать все земельные участки на которых оборудовано производство шло судебное разбирательство была ожесточенная борьба истец понимая что не выиграет данном споре принял для себя решение отказаться от иска и прекратить дальнейшее разбирательство по спору даже в суд направил заявление вот она за подписью первого руководителя молтык пекова где он черно по белому просит суд прекратить производство поскольку не желает дальше разбираться в этом деле суд даже не поверил этому заявлению и для себя дважды провел судебное разбирательство первое заседание по данному заявлению прошло 1 июня 2022 года на нем принимал участие представитель истца кейсбай азамат суд естественно уточнял позицию их по данному заявлению он спросил действительно ли они намерены прекратить данное гражданское дело почему ставится такой вопрос потому что если это заявление удовлетворяется то в последующем истец не в праве обращаться с таким же требованием заново суд по этой причине суд потребовал снова представителя уточнить их позицию уточнить у своего первого руководителя следующее судебное заседание прошло 6 июня 2020 22 года спустя пять дней снова получили положительный ответ и у суда просто не было другой возможности и принял решение по заявленному значит ходатайству и 6 мая было вынесено определение суда о прекращении гражданского дела ввиду отказа истца от иска определение суда вступило в законную силу а что творится сейчас руководитель департамента сменился и на его место пришел его заместитель мурзаев у которого сейчас противоположное мнение и он хочет возобновить рассмотрение дела и даже подал в три части частную жалобу которая будет рассматриваться в турки в операционной инстанции туркестанского областного суда в этой связи у меня вопросы первый вопрос кто в этой ситуации дурак мы закон или департамент и второй вопрос почему летом вы отказываетесь от иска а осенью виду осеннего обострения вы меняете свою позицию и хотите возобновить рассмотрение данного спора вы вообще вменяемые подводя итоги по данной ситуации это похоже на диверсию с одной стороны глава государства говорит о намерении в течение семи лет привлечь порядка 150 миллиардов прямых инвестиций мы понимаем что в казахстан сразу не придут крупные инвесторы они будут работать по нарастающей а что будет если у туги о минералс отберут земельные участки тогда инвесторов можете не ждать и это по моему мнению является диверсией по отношению к поручению главы государства на этом у меня все а